Друзья, всем привет! Мы находимся в стенах нашей Сочинской Хэнкрафт Академии. Уже неделю назад стартанул курс Хэнкрафт Мастер, а именно 4 июня 2018 года. Это исторический, можно сказать, момент, когда группа из 11 человек абсолютно с широкой географией приехала в Сочи для прохождения курса Хэнкрафт Мастер. На самом деле, многие считают, что курс Хэнкрафт Мастер и вообще, собственно, Хэнкрафт Академия это просто школа по созданию парикмахеров, мужских парикмахеров. Отчасти и да, и нет. Это видео некое откровение, наверное. Сегодня воскресенье, выходной. Завтра начинается вторая неделя. Уже через неделю, кстати, 18 июня вы увидите первый выпуск с курса Хэнкрафт Мастер. Вы увидите, кто наши ребята, какие успехи они делают на курсе, какая их стартовая позиция и что все-таки случится с ними через каких-то 2,5 месяца. Насколько сильно мы сможем их прокачать и сделать из них по-настоящему профессиональных мужских парикмахеров. Наверное, сейчас возникла мысль о том, что как же так за 2,5 месяца можно подготовить настоящего профессионала. И да, и нет. Объясню почему. Да, потому что профессионал сидит вот здесь. Это ментальная составляющая, это понимание того, куда мы должны стремиться, как мы должны учиться. Это некий вектор, это некое направление в развитии, в нашем развитии. И все, чему научатся и все, что узнают ребята за 2,5 месяца, это будет колоссальнейший фундамент, колоссальнейшая база для того, чтобы они становились настоящими профессионалами и достигали хороших вершин. Итак, немножечко о школе. Многие думают, что это школа мужских парикмахеров. Как я уже сказал, и да, и нет. Почему же именно так? Очень долго мы, можно сказать, объясняли и боролись с тем, что мы не барберы. Мы не готовим барберов. Мы ничего не имеем против барберов. Это классная культура, которая развивается у нас в России. Но мы не барберы, потому что мы не стрижем машинками вообще. Мы машинками можем только шлифануть плоскость, и то это будет не машинка, а триммер. И даже если мы будем использовать машинку, то это будет машинка над расческой. Мы совершенно другому обучаем, мы совершенно по-другому работаем, мы совершенно по-другому концептуально видим свой подход в этом. И тогда пришла мысль очень амбициозная. Нужно создавать собственную культуру, собственную культуру мужских парикмахеров, ручной академической стрижки. Это очень сложно, это совсем непросто, но это основной концепт, который важен не только нам, но и нашим клиентам. Не все хотят стричься машинками с насадками. Мы за конкретную, качественную, ручную работу. В нашей академии есть три программы. На сегодняшний момент это пока три фундаментальные программы, касаемых стрижек. Это степ 1, основа. Это степ 2, условно назовем ее персонализацией. Степ 3 и степ 4 мы заложили в курс Handcraft Master, который длится 2,5 месяца. 18 июня вы увидите первый выпуск, где познакомитесь с нашими ребятами и поймете, что на курс Handcraft Master ребята приходят не только с нулевым багажом знаний, но и с 35-летним стажем. То есть группа настолько разношерстная в плане стажа работы. От нуля до 35 лет стажа. И они абсолютно комфортно чувствуют себя вместе. В нашей академии введены такие дисциплины, как рисунок, лепка, хейр-тату, бритье, мужская стилистика, колористика, мужские стрижки и естественные укладки. Если ты хочешь узнать более подробнее о нашем курсе, если ты хочешь, чтобы мы сделали презентацию наших парикмахеров, прямо вот здесь, на этой стене, на этом фоне, и с этого проектора я расскажу тебе, кто наши тренера, из чего состоит наш Handcraft курс. Итак, ребят, если это видео наберет 5000 просмотров и соберет 50 комментариев с вашими пожеланиями, естественно, я обязательно сниму максимально подробно, что будет в нашем курсе и для чего мы это делаем. 11 мест и 11 мастеров и 7 профессиональных коучей собрались со мной в одну команду, и мы, наконец-таки, сделали это. Также хочу, ребят, от души поблагодарить всех партнеров. Это компания Vela, ножницы SunTouch, компания Wall, магазин Urban Shop, магазин Figaro, город Сочи, компания Hitec. Хочу поблагодарить наших операторов и монтажеров, хочу поблагодарить Олега Удачина за то, что он помог мне сделать всю вот эту красоту, воплотить мою мечту. Я всю жизнь мечтал о том, чтобы у меня была собственная академия. Но мы все-таки парикмахеры, мы не строители, мы не контролеры, блин, не инженеры. Мы можем просто сказать, хочу вот так, как маленький ребенок, хочу конфетку, отдайте мне ее. Спасибо всем моим преподавателям. Огромное спасибо моему творческому отцу, Юрию Миродовичу Агроба, за то, что не просто научил меня работать, но и научил меня мыслить и создавать. Для меня огромная честь, что я знаком и с ним, и с Николаем Ивановичем Харьковским, и со многими другими мастерами. Именно благодаря их историям я могу проводить какую-то аналогию, могу создавать что-то новое и стремиться быть достойным продолжателем настоящих профессионалов, кумиров и легенд парикмахерского искусства. Очень сильно хочу поблагодарить также своих близких за поддержку, за то, что вы всегда поддерживали меня во всех начинаниях. Я благодарен своим родителям за то, что они дали мне жизнь и благодарен Всевышнему за то, что Он дает мне всех вас. И хочу немножечко обратиться к молодым ребятам. Ребята, мода это классно, мода это здорово, мода это нереально полезная штука. Классно, когда появляются новые молодые тренера, новые молодые профессионалы, но, ребята, цените наши корни, цените нашу историю, цените то, откуда мы все появились. Уважайте наше старое поколение, наших дедушек и бабушек, уважайте нашу старую школу. Мода это классно, Европа это тоже хорошо, но давайте создавать собственную моду. Давайте делать здесь, у нас, в России, делать классных профессионалов. И, конечно же, смотрите наши следующие выпуски, друзья. Также пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть, какие-то новые стрижки, какие-то новые идеи. Спасибо, друзья, за то, что были со мной, за то, что вы слышали мое откровение. Поехали! Спасибо.